Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты первого карагандинского телеканала Ия Гульнуржаки. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Зачем карагандинцу понадобились мусорные урны и скамейки, выясняли наши корреспонденты. Повлиял ли кризис на трудоустройство населения? Численность безработных в регионе с каждым годом увеличивается. Боксер Геннадий Головкин требует извинений от региональной газеты «Вечерняя Караганда». Спортсмену пришелся не по душе заголовок, вышедшей о нем статьи. Полицейских начальников теперь будут утверждать Акимы. Руководители местной полицейской службы будут отчитываться перед Маслихатом и населением не менее двух раз в год. Об этом и других изменениях на совещании в областном Акимате рассказал исполняющий обязанности начальника Департамента внутренних дел области Ирлан Умарбеков. 12 ноября текущего года главой государства Носултаном Назарбаевым был подписан закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности местной полицейской службы. Согласно нему, теперь местная полиция относится к структурным подразделениям территориальных органов внутренних дел. К их компетенции, как и прежде, относятся вопросы профилактики правонарушений, охраны общественного порядка, дорожной безопасности и противодействия бытовой преступности. Сотрудники местной полиции, равно как и сотрудники иных подразделений органов внутренних дел, имеют единый правовой статус, включая условия прохождения службы, а также социальные правовые гарантии, предусмотренные законодательством. Выступление докладчика вызвало ряд вопросов у исполняющего обязанности Акима области Аслубека Дюсибаева. Он интересовался порядком назначения начальников полиции и полномочиями Акимов в этом вопросе. И руководство ДВД области доведет до нас, какой будет регламент работы по данному закону, организационный, бюджетный и так далее. И наша ответственность, конечно, Акимов, городов и районов, в том числе и области, какая будет. На сегодняшний день численность административной полиции области составляет около 3,5 тысяч человек. Более 2,5 тысяч перейдут в местную полицейскую службу. А начальников теперь будут назначать только с согласования Акимов. Аймамрина Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. 43 уличные скамейки и 23 металлические урны. Таковы потери сквера по проспекту Республики города Караганды. Неизвестные, представившись работниками Акимата, без труда за один день вывезли коммунальную собственность на глазах жителей. Но благодаря камерам видеофиксации Центра оперативного управления, похитители скамеек и урн были опознаны и задержаны. Украденные объекты благоустройства с проспекта Республики были оценены в полтора миллиона тенге. Преступник тщательно продумал свой хитроумный план. Заказал машину для перевозки, рабочих, которые помогали складировать украденные скамейки и урны. И без особого труда обокрал городской сквер. Наши жители, неравнодушные жители, тоже подходили и спрашивали, почему вы это совершаете, для чего. И человек, мошенник, называя себя работником Акимата, говорил, что эти скамейки на зимний период времени дано поручение куда-то отвозить. На самом деле он арендовал контейнер на авторынке и туда все отвозил. Для чего понадобились мошеннику скамейки и урны? Догадайтесь сами. Конечно, для личного обогащения. Поступок отчаянно подлый. Местные власти просят людей задуматься и быть честными по отношению к себе и к городу. Государственная программа по благоустройству работает только для горожан. В районе установлено очень много скверов. Это говорит о заботе нашего государства, наших районных властей, о населении города, района. Поэтому я считаю, что это кощунственный случай, оставить это невозможно. Нужно просто, чтобы люди знали, заботились о своем городе, о своем сквере, где они проживают. Летом на недавно благоустроенных скверах прогуливались дети и пожилые люди. Такая картина была до недавнего времени. Прикрывшись должностью работника Акимата, чтобы у жителей не было сомнений, Юрки Пройдоха умукнул скамейки, предназначенные для отдыха карагандинцев. Неизвестный пояснял людям, что на зимний период времени скамейки и урны нужно убрать, чтобы они не испортились. Вот такая забота о городском имуществе. Сотрудники правоохранительных органов поймали преступника за одни сутки. В скором времени все украденное имущество будет доставлено на место. Лариса Хусейнова, Жасулан Кулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области выросло количество безработных. На сегодня их число составляет 37 тысяч человек. Среди мужского населения безработных чуть больше 40%. У женщин она приближается к 60%. Влияет ли кризис на занятость населения? В ситуации разбирались наши корреспонденты. По вопросам занятости в третьем квартале 2015 года численность экономически активного населения Карагандинской области в возрасте от 15 лет и старше составила 13 191 человек. Центром и отделом занятости за последние 10 месяцев трудоустроено более 10 тысяч человек. В структуре безработных 30% составляет население в возрасте от 25 до 34 лет. Это самая большая группа среди безработных и представляет она самые дееспособные слои населения. Почему именно молодежь оказывается вне зоны занятости? На сегодняшний день в течение 2014 года в органы занятости в общей сложности обратилось более 13 тысяч человек. Из них на сегодняшний день обеспечены постоянными рабочими местами более 10 тысяч человек. Граждане также в рамках программы Дорожная карта занятости 2020 безработные граждане направляются на социальные рабочие места. Социальные рабочие места – это рабочее место, создаваемое на договорной основе с предприятиями и организациями города. Однако специалисты успокаивают, что безработица по сравнению с прошлыми годами держится в регионе на низком уровне. Проблемы в большой доле безработных среди молодежи, которые только получили свои дипломы. Везде требует опыт работы по специальностям, что и вынуждает молодых работать не по профессии. Мне 26 лет. Как закончил учебу, так не смог трудоустроиться по профессии. Пришлось пойти работать на стройку, так как другого выхода нет. Везде требуют стаж. Обращался в центр занятости, но не предоставляют вакансию, где платят копейки. Профсоюзы области недавно обсудили последние изменения в Трудовом кодексе Республики Казахстан. В новом законодательстве рассматриваются вопросы об отношениях работодателя с рабочим. В Федерации профсоюза в новый закон было предложено внести больше ста предложений. По новому закону работодатель обязан заключить трудовой договор с рабочим сроком не менее двух лет. За слов министра труда и социальной защиты Тамары Дюсеновой, в Караганде отмечается рост по невыплате заработной платы. Если организация допускает такое, то договор гласит, что рабочие имеют право выйти на митинг в защиту своих прав. Мы будем рассматривать нового Трудового кодекса, и мы будем рассматривать такие моменты, как либерализация трудовых отношений. Это 83-й шаг, 100 шагов пяти институциональных реформ нашего президента. И будем рассматривать как мировой опыт, так и опыт практики в нашей стране. Также будем смотреть вопросы, какие статьи смогли добиться о внесении в Трудовой кодекс профсоюзными организациями, и какое внимание теперь будет уделяться профсоюзным организациям. Заместитель Акима города Караганды Ирина Любарская поставила ряд задач по обеспечению занятости граждан, поскольку это один из главнейших наших приоритетов – основных социальных обязательств государства. А также обратилась к работодателям города с предложением активного сотрудничества и оказания содействия в трудоустройстве граждан, в том числе и целевых групп, в рамках действующего закона. Уровень безработицы у нас пока находится на таком же уровне, как с прошлым годом. Это 4,9%. В целях устойчивого обеспечения его занятости мы, как я ранее говорил, мы стараемся всех безработных граждан оказать меры содействия. Нет, не на 100%, точно не на 100%, потому что я говорю, что сталкивались, есть у меня знакомые, очень много знакомых, которые питаются, устроятся, хотят устроиться. Ну и даже говорить о взрослых женщинах, которым 54-55, до пенсии недалеко, но тоже уже никуда человек не устроится. Ну, наверное, студентам тяжело вообще найти работу, потому что у них нет опыта и стажа работы, поэтому найти им какую-то высокооплачивую работу, достойную их профессии, наверное, сложновато. Между тем, рынок труда сфера прогнозируемая. Как показали исследования социологов, в список самых востребованных профессий ближайшего будущего попадут инженерные специальности – нанотехнологии, электроника и биотехнологии, специальности, связанные с сервисом, экологией и химией. Однако ситуации с рабочими местами для молодежи по-прежнему напряженные. Эксперты рекомендуют задуматься о трудоустройстве еще в процессе обучения, не пренебрегать неоплачиваемыми стажировками и практикой, которые позволяют студенту показать себя и впоследствии получить предложение постоянной работы. Гульза Ацахова, Руслама Кулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. К другим новостям. Боксер Геннадий Головкин требует извинений от региональной газеты «Вечерняя Караганда». Спортсмену пришелся не по душе заголовок, вышедший о нем статьи. До 11 декабря необходимо написать опровержение и принести извинения известному боксеру. Иначе спортсмен будет действовать в судебном порядке. Геннадий Головкин начал карьеру бизнесмена. Под этим заголовком вышла статья о знаменитом боксере. На почту главного редактора газеты «Вечерняя Караганда» пришло письмо, в котором имиджмейкеры-боксеры пишут, что уже начало материала в газете затронуло честь и деловую репутацию известного спортсмена. Его возмутило его представители, то, что его мы назвали бизнесменом. Не назвали, начал карьеру бизнесменом. В этом ничего зазорного нет, я считаю. Любой спортсмен именитый завязан какими-то контрактами. Вот они считают, что заголовок Геннадий Головкин начал карьеру бизнесмена оскорбительным для спортсмена, задевающего ему честь и достоинство. Но как? Слово «бизнесмен» – это не оскорбительное слово. Сам же редактор этот заголовок не считает оскорбительным. По словам Ерланы Джетенова, статья вышла под таким заголовком, так как Геннадий Головкин начал строительство базы в Каркаролинске. Как опровергнуть, я это не знаю. Но давайте напишем, что Геннадий Головкин не бизнесмен. И туристическую базу в Каркаролинске он не строит. И бренд 3G он не собирается регистрировать, не будет продавать футболки, бейсболки. То есть как это опровергнуть, я не знаю пока. Опровержение выйдет, так как ссориться с знаменитым боксером, не хочется. Однако редактор недоумевает, как его написать. Дать опровержение в газете необходимо до 11 декабря этого года. Амина Смакова, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Предприятие из Караганды лишилось льгот в 7 миллионов сеньге из-за ошибки сотрудников управления государственных доходов по Казбекбийскому району. Налоговики, не обнаружив бизнесменов на рабочем месте, решили, что предприятие не функционирует и сняли его с учета по НДС. Руководство якобы несуществующей организации обратились с жалобой в Совет по защите прав предпринимателей. Все подробности далее. Аслан Тимирбаев пришел в Палату предпринимателей с жалобой на действия налоговой службы. Со слов управляющего директора ТОО КЗМ Групп, сотрудники Казбекбийского управления государственных доходов лишили компанию возможности получить льготу по НДС на 7 миллионов сеньге. Все из-за того, что они не нашли сотрудников компании по зарегистрированному адресу. Однако руководство предприятия считает такую проверку абсурдной. Начали выяснять. Оказалось, что якобы налогинспектор приходил к нам в офис. Мы не находились в офисе. Потом они, как положено по закону, отослали через Казпочту, присылали уведомление. Мы тоже уведомление не получили. И в результате этого не пришли, не объясняли причину, что находились, не находились в офисе. И в результате еще мы могли бы воспользоваться льготой. О незаконных действиях местного акимата и управления сельского хозяйства рассказали бизнесмены из Жасказгана и Сатпаева. Им не заплатили за выполненные работы. К слову, в обеих случаях суммы превышают миллионный порог. Председатель заседания предложил разобраться с недобросовестными заказчиками через суд. Направить обращение в департамент государственных доходов по вопросу возбуждения уголовных дел по статье 135 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Мы не можем быть добрыми за счет предпринимателей. Мы не можем с вами заигрывать за счет предпринимателей. Поэтому давайте, ребята, рассчитывайтесь с ними и отвечайте перед законом. Между тем, члены совета рассказали и о неправомерных действиях органов внутренних дел. Так, одному из бизнесменов незаконно наложили административный штраф почти в 400 тысяч тенге. При этом ни о предстоящей проверке, ни о составлении протокола его не предупредили. Мы в органов внутренних дел очень-очень медленно, непрофессионально иногда действуют. Иногда такие постановления не носят, и нарушу не придумываешь. Когда пишется постановление прекращения уголовного дела, статья, по которой возложено одно, а в результативной части пишется совершенно другая статья. В общем, и это подписывается начальник посредственного дела. Все рассмотренные жалобы со слов заседающих будут доведены до сведения соответствующих структур. Бизнесмены надеются на скорое решение своих проблем. А имамлины сламбегу спан Арман Нартаев, первый карагандинский. Сегодня чиновники города вновь подняли вопрос о неграмотных рекламных вывесках. Рекламные щиты с грубыми ошибками развешаны в Караганде практически на каждом шагу. Прошло уже около двух месяцев после того, как проводили рейд по выявлению ошибок на рекламных баннерах города. Но безрезультатно. Помимо ошибок на рекламных щитах города, существуют и баннеры с устаревшей информацией. Фирмы по изготовлению афиш и других видов наружной рекламы не только неправильно переводят слоганы с русского на государственный язык, но и допускают нелепые ошибки. Многие компании по изготовлению рекламных щитов винят самих же неграмотных заказчиков. И прежде чем вывесить на всеобщее обозрение, текст приходит несколько этапов проверки. К нам приходит заказчик, допустим. Мы делаем, ну если он свой эскиз переносит, мы его просто воплощаем в жизнь. Если у него нет своего эскиза, наброски какие-то, потом мы делаем эскиз. Потом, естественно, идем в языковой, в архитектуру. Это все подписывает. Собираем полностью все документы. Потом начинается там процесс. Как бы ничего такого затяжного нет. Согласно новым требованиям закона о языках, рекламные слоганы должны быть написаны по строгим правилам. Сверху слева на казахском языке, снизу справа на русском. Текст на двух языках не должен быть оформлен разными шрифтами. Устная информация подается на государственном русском и при необходимости на других языках. Любое нарушение вышеперечисленных правил грозится штрафом от 10 до 50 МРП. Согласно статьей 75 Кодекса Республики Казахстан. Для нас не сама цель вас оштрафовать, вас в какие-то рамки загнать. Для нас самый главный результат. Мы жители города Караганды, мы карагандинцы. И мы хотим, чтобы город у нас был краше, чтобы был уютным, чтобы он был комфортным. В первую очередь, это призыв адресован не столько предпринимателям, сколько директорам рекламных фирм. Ведь действительно, красота и уют города играют малую, но значимую роль. А сердце Замбаевы, Сламбекус Пан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Пациенты, которые помещаются на ладони и весят около килограмма. В Караганде в областном перинатальном центре отметили Всемирный день недоношенных детей. Женщины, пережившие большой стресс, рассказали свои истории и пришли вновь поблагодарить врачей за спасенные жизни своих малышей. Асель Садбакасова попала в больницу прямо с рабочего места. Во время беременности молодая мама перенесла много стрессов. Возможно, это и стало причиной преждевременных родов. На шестом месяце родился ослужан. Вес малыша составлял всего 590 грамм. Он не был похож на младенцев с картинки. Черты лица еще толком не сформировались. Но мысли сдаться или отказаться от ребенка не было. Рядом сосель был любящий муж. А поддержка со стороны родственников придавала сил. Она до сих пор помнит свое состояние. Ее охватил страх за маленького первенца. Почувствовала я, конечно, страх. Перед ребенком с другом, с ним что-то случится. Любая мать не переживает обязательно. Каждый день думаю, наверное, надеясь на дочери. Чтобы они выходили в садик. Это страшно. Страшно сидеть. Несколько лет назад за жизни этих деток боролись врачи. Несмотря на то, что их вес составлял около килограмма, сегодня они уже почти ничем не отличаются от других ребят. Одни малыши недавно научились ходить, а другие уже ходят в садик и школы. С 2008 года благодаря новым технологиям мы спасаем жизни детей с экстремально низкой массой тела. Малыши несколько месяцев содержат в термокапсулах. Выписывают из больницы только, когда ребенок окрепнет и наберет вес обычного новорожденного. Врачи областного перинатального центра запомнили каждого младенца с экстремально низкой массой тела. А их родители помнят заботу и волнение со стороны врачей. Ежегодно в мире около 15 миллионов детей рождаются недоношенными. Врачи были рады увидеть уже подросших ребят. Все они наравне с родителями переживали за таких малышей. Лариса Хусынова, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде подписали соглашение о совместных усилиях по борьбе с коррупцией. Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции разработано открытое соглашение о сотрудничестве. Такое тесное партнерство государства и общества позволяет успешно искоренять коррупцию. В рамках реализации борьбы с коррупцией принимаются два закона. Это закон об общественном контроле и второй о доступе к информации. Эти законы позволят обеспечить контроль гражданина за деятельностью государственных органов. Кроме того, партия Нуратан разрабатывает проект по противодействию коррупции, который обеспечит прозрачность государственных органов и национальных компаний. Только благодаря совместным и согласованным усилиям, объединениям сил, будь то молодежной организацией, любые другие общественные объединения, мы думаем, что мы можем достичь хороших результатов искоренения коррупции. Коррупция – это одна из глобальных проблем современного общества. А открытое соглашение позволяет народу искоренять коррупционные проявления и улучшать состояние страны. Уникальность этого проекта заключается в том, что соглашение является открытым для абсолютно каждого жителя Казахстана, в том числе и молодежи. Если мы не будем усиливать работу в этом направлении, то завтра мы будем жить в коррупционном обществе. Чтобы вызвать негатив в коррупцию молодежи, нам следует чаще собирать подрастающее поколение и объяснять им вред коррупции. К открытому соглашению уже присоединились Федерация профсоюзов, Интернет-Ассоциация, Союз кинематографов, Союз журналистов, Национальная академия наук, Ассоциация высших учебных заведений, Молодежное крыло ЖАСОТАН, Ассамблея народа Казахстана и многие другие организации. Диана Рамазанова, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. И последняя информация на сегодня. С международного конкурса «Восходящая звезда» танцевальный ансамбль «Айтумар» вернулась с первым местом. В конкурсе, который проходил в городе Алматы, участвовали до 75 танцевальных коллективов. Наши танцовщицы сумели проявить себя и занять достойное место. Победительниц встречала и наша съемочная группа. Алуадус Мугамбетова – ученица третьего класса. В коллективе танцует уже три года. С ансамбля «Айтумар» она успела побывать во многих странах мира. Маленькая Алуа поделилась, что в будущем мечтает стать знаменитой танцовщицей, как Шугала Сапаргаликаза. Мы до этого ездили на многие конкурсы, всегда занимали хорошие места. Конечно, волнения были, но когда вышли на сцену, все прошло. Недавно мы ездили на международный конкурс. Мы заняли там первое место. Мы очень рады. И мы очень благодарны Агерму Рауне. Она нас многому научила. Ансамблю «Айтумар» в этом году исполнилось три года. В составе коллектива около 40 танцовщиц. Помимо республиканских конкурсов, ансамбль является победителями международного состязания, который проходил в Турции. Всю организацию поездок и спонсорскую помощь берут на себя сами же родители. Выражаю всем организаторам огромную благодарность. На конкурсе мы представили два национальных танца по двум номинациям. Наш талант оценили. И за это мы очень рады. В танцевальном ансамбле «Айтумар» в конкурсе были представлены два национальных танца, один из которого – индийский танец. По словам хореографа, девочки показали высший класс и выделились среди 75 ансамблей с разных стран. Своих талантов, которые прославили не только наш город, но и весь Казахстан, в школе встретили со всеми овадцами. Субтитры создавал DimaTorzok